МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эх, грунда. Ну, зато теперь можно отдыхать. Задача решена, ура! Сибирь, попа, полтора! Отдыхать теперь пора! Страна невыученных уроков не их страна. Их ученики всегда выполняют задания. Сделать это непросто, главное найти убедительную мотивацию. Каждый из участников конкурса точно знает, как найти подход к любому учащемуся. Сейчас лучшие учителя республики соревнуются между собой. Приятно отметить, что в региональном этапе конкурса принимают участие яркие творческие педагоги, имеющие свои авторские наработки в обучении подрастающего поколения. Именно вы раскрываете лучшие человеческие качества в наших детях, дарите им любовь и внимание, помогаете им найти свой жизненный путь. Учителя математики, русского языка и литературы, физики, географии и иностранных языков соревновались между собой с апреля этого года. На первом этапе педагоги в течение трех дней в прямом эфире вели свои занятия. По его итогам семь учителей прошли во второй тур. В финале каждый представил свою методику преподавания. А на открытой дискуссии педагоги вместе с членами жюри обсудили насущные проблемы отрасли. Трудолюбие, ответственность, настойчивость, но при этом гуманизм, самообладание, чуткость. В настоящем учителе должны сочетаться качество твердого лидера и хорошего человека. Именно учителей по призванию и искали члены жюри. Оценить участника конкурса – это очень сложная задача. Многие члены жюри работают и на рациональном уровне, и на интуитивном уровне. Педагог, в первую очередь, должен вдохновлять учителей, своих коллег, и главное – вдохновлять своих учеников. И вот я ищу именно тех учителей, которые могут вдохновить, которые могут заразить, которые могут увлечь за собой. Владислав Волков хорошо понимает, о чем говорит. 20 лет назад он сам принимал участие в конкурсе «Учитель года России». «Хрустального пеликана» педагог получил в номинации «Артистизм и творческое вдохновение». Теперь он помогает найти «Учителя года России» в Чувашии. Всего в финал республиканского конкурса вышли 7 педагогов. Альмира Хабибулина преподает английский язык в одной из школ Комсомольского района. Считает, что сейчас очень важно развивать у учеников навыки работы в команде – творческое и критическое мышление. На личном опыте показывает, как идти к своей цели шаг за шагом. Именно об этом педагог и говорила на методическом семинаре. В данном этапе я считаю, что каждый учитель должен попробовать поучаствовать на таком конкурсе. Это лучшие курсы повышения квалификации. Как говорит наш отечественный великий педагог-психолог Борис Васильевич Беляев, у каждого учителя должна быть своя собственная наработанная система методов и приемов, чтобы был результат. А все мы работаем на результат, на пользу. За каждым преподавателем стоят их учителя. Именно они повлияли на выбор профессии. Так получилось и у Альмира Хабибулиной. Преподавать английский язык она решила, как только впервые в класс вошла ее учительница иностранного. Вспоминает, сразу екнуло сердце, и она поняла – это ее. Также определилась со своим будущим и педагог шахазанской школы. Алина Гибаева тоже преподает английский язык и тоже выбрала профессию благодаря своему учителю. Я работаю в течение 12 лет в школе. И почему я начала работать учителем английского языка, так как уже мечтала с детства. Английский язык вообще – он самый изучаемый язык и востребованный язык. И около 20% населения Земли разговаривает на английском языке. А 80% информации во всемирной паутине передается именно на английском языке. Алина Гибаева рассказывала на методическом семинаре о формировании навыков межкультурных коммуникаций. Об интеграции говорила и учитель музыки Алатарской гимназии номер 6 Нелли Великанова. Правда, не между культурами, а между школьными предметами. Педагог считает, что все дисциплины взаимосвязаны. Нас спрашивают сейчас то, чтобы мы метапредметность воспитывали в детях, чтобы они видели, что неразрозненные предметы в школе, что это как бы цепь одного и того же. И поэтому, а как бы музыка, дети расслабляются на этом предмете, но в то же время могут узнать, фиксируют все знания, которые они получили на других предметах. Это аккумулирует знания. Нелли Великанова преподаватель в четвертом поколении. В ее роду разные учителя-предметники, но музыке себя посвятили только она и ее мама. Нелли сама играет на нескольких инструментах, фортепиано, скрипке, балалайке. Любовь к музыке – это с детства, как и любовь к детям и преподаванию. Нужно ли вам знать производную синуса в обычной жизни? Школьники, не любящие математику, часто говорят, что она им не пригодится. В интернете уже много лет гуляют мемы на эту тему. Учитель математики школы поселка Опытный Светлана Гаврилова на своем примере доказывает важность и нужность ее предмета в повседневной жизни. Даже при подготовке к конкурсу математика, я считаю, помогла мне уметь выстроить логическую цепочку своих рассуждений, представление своего материала. Участие в конкурсе мне нужно, ну может быть я хочу, наверное, стать примером для своих учеников. Я всегда хочу выйти из зоны комфорта для достижения определенного результата. Я бы хотела, чтобы ребята это поняли и, может быть, взяли с меня какой-то пример. Считает свою работу хобби, получает от нее удовольствие и вдохновляет своим примером учитель истории столичной школы номер 45. Александр Григорьев и не планировал заниматься преподаванием. В детстве мечтал стать поваром, водителем троллейбуса, журналистом. А сейчас даже не видит себя в другом качестве, кроме как учитель. Когда вот задумывался о том, кем я могу быть, я сразу понял для себя, что рутинная работа, постоянная, монотонная, скучная, это не по мне. А в школе нет, никогда, вот никогда не было и не будет ни одного дня, который похож на предыдущий. Это всегда что-то новое, всегда вот новый день, новые какие-то вызовы даже своеобразные. Поэтому вот школа интересна именно этим, там не скучно. На конкурсе Александр рассказывал об особенностях обучения поколения Z. Дети 21 века родились гаджетами и для них нет сложности в освоении новых технологий. Именно это и нужно учитывать современным педагогам. Поколение Z это поколение визуалов, соответственно, они воспринимают яркие красочные образы. Они не могут сосредоточиться на одном виде деятельности, на одной работе в течение 45 минут. Им нужно обязательно несколько видов деятельности, чтобы это было кратковременно. Тогда будут хорошо налажены учебные процессы, будут хорошие результаты. Используют новые технологии в преподавании и Анастасия Тарасова. Учитель географии Шоршевской школы Марпасадского района вместе с учениками изучает ландшафт родного края. А параллельно работает со спутниковыми снимками, чтобы анализировать природу всей планеты. Любой человек уже умеет пользоваться новыми информационными системами. Это очень интересно, захватывает, мотивирует детей. Дети становятся более наблюдательными. Они учатся делать выводы. И цель этого подхода была в том, что формировать знания учащихся, чтобы они могли реализовать свои теоретические знания именно на практике. А потом уже использовать их в реальной жизни. Идеальный вариант для дистанционного обучения, что сейчас особенно актуально, нашел учитель истории школы номер 8 города Новочебоксарск. Александр Карпов представил жюри свою разработку – веб-квест. Они интересные, но я все-таки считаю, что они, главное, результативные. Это самое главное. Потому что ученик не всегда задумывается о том, что для него полезно. Он, конечно, действительно, как вы говорите, смотрит на то, что интересно. А учитель смотрит на то, насколько это результативно. И для меня вот это важно. Так получилось, что мир оказался перед определенным вызовом. И педагогическое сообщество сейчас ищет способ, как свои привычные приемы и методы педагогические использовать в такой дистанционной практике. Оценивает работу участников профессиональное жюри. В его составе победитель республиканского конкурса «Учитель года-2019» Ольга Физер. Мастерство, уникальные методики, коммуникабельность – все это важно для педагога. Но есть и другая сторона конкурса, считает Ольга. Мотивация, поддержка, доброе слово и улыбка в жизни играет намного больше, чем просто требования. Поддержка друг друга, поддержка детей, поддержка конкурсантов, поддержка людей, с кем ты общаешься – это очень важная составляющая нашей жизни и нашего общения. Кто станет победителем и получит звание «Учитель года-2020», мы узнаем чуть позже. В торжественной обстановке объявят лучшего педагога республики. Именно он представит Чувашию на всероссийском уровне. Это была программа «Один день с профессионалом». Еще увидимся.